Всем привет! Прошу прощения за небольшую задержку. Вышла iOS 8.0.2, уже вышла первая бета 8.1. Я просто приболел, поэтому делаю вот такой вот обзор. Итак, 8.0.2, давайте посмотрим, что там будет интересного. И следующий ролик сразу сделаю за первую бета 8.1. Итак, что могу сказать по поводу, в принципе, самой системы. Сама система работает уже намного лучше, чем, конечно же, финальный релиз iOS 8. Поэтому, в принципе, я вам могу советовать ее ставить. Но ситуация с приложениями с каждым разом все хуже и хуже. Проблема с клавиатурой точно такая же осталась. То есть, если вы интегрируете какую-то дополнительную клавиатуру, допустим, Flexi я в принципе удалил, потому что ей вообще пользоваться невозможно. Остальные я буду делать обзоры на нашем канале. Поэтому здесь интеграция с остальными клавиатурами, со сторонними клавиатурами, это, конечно же, полная беда. Что касается приложений, значит, ну, буду, как говорится, короток. Вот покажу фотографию того, как работает, например, YouTube. Такое происходит не часто, но в любом случае происходит. То есть, вы видите, я выбираю какой-то поиск, у меня клавиатура съезжает. Это проблема именно с приложениями. Поэтому здесь нужно, конечно же, грешить именно на сами приложениями, потому что система работает уже чуть стабильнее. Та же проблема идет с инстаграмом, и та же проблема идет с Studio. Но я не думаю, что вы, в принципе, пользуетесь. То есть, это приложение все-таки для, ну, таких, как я, скажем так, кто выкладывает видео на YouTube. Вот Google Plus точно такая же ситуация. С твитботом вообще отдельный трэш. Если вы используете, опять же, такие сторонние клавиатуры и вы печатаете письмо, то когда нажимаете почему-то отправить, то отправляется пустое. Вы можете меня в ленте увидеть, есть такие месседжи. То есть, это не я и дебил. Это работает такая, к сожалению, так работает система. Теперь, что касается контактов. А если вы используете, например, какой-то поиск, ну, в данном случае, там, не знаю, выберем, например, если у меня получится, конечно же, показать по полу, да, давайте выберем Полина, то вот видите, нижняя часть, вот Полина Юрьевна, да, я не могу на нее, то есть сам поиск в контактах, он не оптимизирован. Здесь уже, конечно же, можно грешить именно на саму систему, да, потому что, ну вот, я реально Полину не могу выбрать, да, то есть мне нужно выбирать Поли, ну вот, и тогда я могу на нее нажимать и ей позвонить. Точно такая же проблема идет именно в контактах при поиске, при недавних, при избранных и так далее. И очень печален тот факт, обратите внимание, что у меня сейчас включен ави режим, чтобы мне не звонили, не мешали, да, но очень печален тот факт, что режим не беспокоит, он, в принципе, не работает, по крайней мере, на моем устройстве, то есть на моей 5S. На iPad я, естественно, не проверял, но, в общем, режим не беспокоит, он не работает. Далее, если вы слушаете, к примеру, подкасты, в данном случае, как это делаю я постоянно, потому что музыкой я, в принципе, не использую, именно подкасты, если вы включили, засунули наушники, да, и слушаете их через наушники, и в этот момент вам позвонили, вы ответили, то сделать громче и тише вы, в принципе, не можете, то есть самого разговора, да, и это очень неприятно. Если вы не слушаете музыку, и при этом просто используете ваши наушники как гарнитуры, да, то тогда все четко, но если вы слушаете перед этим подкасты и вам звонят, то, к сожалению, регулировка громкости происходит очень печально, то есть я делаю громче, громче не работает, то есть не получается, при этом, когда я уже пообщался с человеком, подкаст у меня начинает просто орать, то есть, грубо говоря, как бы на заднем фоне я делаю громче подкасты, а не сам разговор. А так, в принципе, проблем пока, ну, кроме тех, которые я озвучил, да, пока я не встретил, поэтому будем ставить первую бетку 8.1, естественно, в ближайшее время я это сделаю, обзор тоже ждите на нашем канале, но вот, ну, пока, к сожалению, я вот пользуюсь 8.02, и, в принципе, для пользователей, которые обновились iOS 8, я думаю, что хуже не будет, можете ставить. Но вот, для всех остальных, если вы еще пока на 8.0 не обновились, то есть смысл подождать. А с вами был Стас, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши подкасты, обязательно ставьте лайк, если понравилось данное видео, по любым вопросам пишите нам вконтакте, фейсбук, скайп, либо же на почту, подписывайтесь на наш твиттер, ну и, конечно же, на мой инстаграм. Всего вам доброго и до скорых встреч.